Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать всех на канале! Небольшое превью к ролику, по следующему, который мы снимали в подмосковных лесах. Находок было немного, как, в общем-то, в Подмосковье обычно и бывает по лесам. Хотел анонсировать, что во второй половине сентября, ну, сейчас уже скоро, буквально там, в 20-х числах, уезжаем обратно, мы к себе туда, на Ярославщину, на 10 дней будем ходить по новым местам, по старым местам, снимать, увидите все наши похождения, осенние, как всегда. Вот, что еще хотел сказать? По поводу того, что сейчас времени просто нету на то, что многие каналы не успеваем смотреть, на собственные комментарии даже не всегда успеваем отвечать, чаще всего в конце недели залезаем уже, и массово всем отвечаем, что просто дома сейчас особо не сидим, ближе к зиме, наверное, сядем, и то не факт. Хотел проанонсировать еще одну сторону другой жизни. Музыкальный коллектив «Группа Эхо». Ссылочка будет в описании. Это наш творческий проект музыкальный. Давным-давно мы играли с друзьями, и что-то вот 20 лет спустя вновь собрались и решили, а почему бы и нет. Переходите по ссылочке, смотреть, подписывайтесь. Подписчиков там мало сейчас, естественно, только создали канал. Вот. Учимся снимать. Именно, чтобы звук был нормальный, будем сейчас пробовать туда ролики выкладывать. Пока как получается. Так что переходите, смотрите, ждем осень. Ну, а дальше ролик. И переключаемся, смотрим. Музыкальный коллектив Итак, первый сигнальчик Из этого чудесного заросшего леса, заваленного. Итак, 30-й год. Род живой. Вот опять поход не взяли. Лезем прямо. Там был перекресток дорог. Пролезли бурелом вон там. Вошли вот в такой ельничек. Ну, тоже, конечно, подзаросший. У Димыча там два советика. Потом снимем. Ну, Люба, сигнал сейчас покажем. Музыкальный коллектив. Музыкальный коллектив. Конечно, Мария-муре. Рамочник. 48-й год. Пойдет? Пойдет, пойдет. Идем вперед туда. Там были узлы дорог, как я и говорил. Ну, нам немножко пролезли. Ну, нам хотя бы туда пролезть. Так, а куда я прибор-то делал? Пойду прибор искать. Ладно. Так, у Сашки тоже был сигнал монетный. Тоже совет. Уходить здесь вообще проблематично. Везде попадаются вот такие дровницы, заначки. Комарио. Ладно, попробуем. Попробуем дойти, да. Пересекли во втором. И пошли вот здесь вот. Сигнал в луже. Ну, наверное, от трактора какая-то хрень. Пытаемся лезть через вот эти булеломы. Вылезти уже. Потому что нет, здесь нереально искать. Так вот, здесь будут советские точно. Думаю, вопрос, что это проблема. С ноги бы себе не переломать. Неугомонный. Все-таки вот он хочет в этой луже копнуть. Сейчас еще в лужу провалить для полного счастья. Что за сигнал? Сейчас посмотрим. Комарья, блядь. Так вот, точно какой-нибудь трак лежит внизу, отзваниваю. Алиния, что рисует? Нормально. Рисует то, что надо. Точно не монетка. Пропал. Их ждут, стояли, замерли все. Там дров, что ли, понапитывали? Давайте их бравим. Положили, да, дрова, чтобы проезжали. Ну да, 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 чтобы не буксовал. А пин-то где? Складывается впечатление, что выкопал. Где-то здесь. Сейчас в самую жижу. Так. Так, ну тебя смей. Да тут прям что-то. Какой-то фигурный, какой-то обломок. Понятно. Обломок шмурдины. Так, монитос, я против фетров встал. Вышли на поле. Офигели от этого леса. Копейка Николаевского форматика. Форматика. Сейчас здесь покрутимся, если ничего интересного не будет, по сопутке переедем еще в одно место. У Саньки у нас вот такая гирь, клевая, с рисуночками. Ветрища страшный. Два человека сейчас гамрады прошли, убежали туда в лес, но подходить не стали. Привет вам, если смотрите. Сигнальчик. Сейчас заснимем. Оп. Ушечка, 53-й год. Где же ты, империя, валяешься? Люк так дернул. Копать. Ну, у нас не пропали. Сейчас вот туда хотим, к ложбинке, сходить. Очень часто распашка шла туда. Очень часто стаскорные доходы такие, что внизу попадалось. Что-то больше, нежели, чем сверху. Если что-нибудь найдем, сейчас будем переезжать. Так, друзья, уехали с того места. Приехали несколько в другое. Хотели побить поле, на котором есть вероятность того, что будет чешуя. Но там трава выше колена уже. Все, невозможно ходить. Уходим в леса. Пересекли вот это все. Вот тут в лесу где-то уходили дороги. Какой-то старый прудик. Что за прудик, не знаю. Потом, может быть, проверим. Вот такая красота здесь. Но находок нет. Гуляем. Так, ушли вот здесь, в часть ельника. Там на дороге одна сплошная бухара. У Любы какой-то сигнал. Похоже, что это щитовик. Щитовик. Только очень шваканный. Щитовик какой-то. Погибший вот справка. А тут он просто на пробке какой-то. Посеяли. Ну, короче, вот такой вот. Никакой. Пока никакой. Движемся в лес. Вот эта часть была, как бы, часть старого леса. Посмотрим. О, какая паутида прикольная. Ходим уже чуть-чуть, дохаживаем. Находок, конечно, немного. Уже подзамударились, подзамудохались. Вот, или, может быть, Катя вообще. Или Катя, или Лиза. 60-й, по-моему, вот. Каняшка такую нишу. А, это Катя, прям, вторая. Копейка, да, или двушка. Двушка, это, скорее всего. Слушай, ее в мыло, она, я думаю, откиснет. Отлично. Ну, уже сейчас заканчиваем, я думаю. Так, что уже половина... 74-й. Мне 60-й показался. 1770. Вроде ли, 5-й или 74-й. Пойдет. Но... Что, находились мы сегодня. Тяжело по траве. Все, что хотели, все заросло. Борщевик, крапива. Ну, короче, весело. А сколько прошли-то? Сейчас посмотрим. 8 километров всего. У меня какая-то... Находок, сами видите, немного. Где тут у меня нет. Ну, хотя бы так. Порадовала Катерининская двушка под конец. Может быть, откиснет. Как-то вот так. Ладно, до скорых встреч. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...